Поэтому человек, который прыгает с одной бизнеса, с другой бизнес, он далеко не пойдет. Нельзя это делать. Вы в одном месте хорошо усваиваете, запомните, вы в любой компании можете зарабатывать. Бизнес, твой маркетинг, прежде всего, это что? Это отношение, это служение людям. Вы работаете с людьми. Понимаете, у вас бывает, что вы кого-то пригласили к себе, а он вам отказал. У кого было такое? Постоянно было такое или ни разу не было? Очень много было, в большинстве случаев. Согласны? А вопрос к вам, почему эти люди отказывают вам? Не верят. Внимание, они что, не хотят иметь дополнительный доход? Что, у них нет мечты? Что, скажите мне, пожалуйста, им не нужны деньги? А вы знаете, что им нужны деньги, у них есть мечта, они хотят. Вы понимаете, в дальний момент людей не надо мотивировать, что надо быть успешным. Людей надо помогать стать успешными. Люди уже сами поняли. Тот время, которое их надо было разбудить, уже позади. Это было 2000-е годы, 2010-е годы. Сейчас люди сами хотят, они ищут, они ищут, что делают. Если вы человеку говорите, и он не пойдет с вами, это не означает, что он не хочет. Это означает, что он с тобой не хочет. Кто мне понял? Он с тобой не хочет. А если кто-то более умнее, более профессионал, предлагаете ему, пойдет. У вас бывали случаи, что потом тот человек, который вы предлагали, с вами не пошел? А кто-то ему, предлагал он, пошел. Или она пошла? Потому что кто-то другой, более авторитетный, более кто-то смог донести до него идеи этого бизнеса, культуру этого бизнеса. Поэтому помните всегда, люди хотят работать с теми, с кем они могут умнее, с кем они могут быстрее развиваться, с кем они могут быстрее расти. И вот здесь, два причина, почему не все люди зарабатывают деньги с твой маркетинг. Два причина, почему не все люди могут зарабатывать деньги с твой маркетинг. Первое. Они недостаточно вкладывают время для этого бизнеса. Формула успеха говорит так. Знаете, есть такая формула успеха? Время плюс деньги равно результат. Вам надо четко понимать эту формулу. Время плюс деньги равно что? Результат. Как эта формула работает с твоим маркетингом или традиционным бизнесом? Посмотрите, как она работает. Традиционный бизнес, эта формула работает именно так. Например, смотрите, скажите мне, пожалуйста, в вашем городе, чтобы построить традиционный бизнес, это ресторан, магазин, офис или кафе, что-то такое, пригмахерская стоматология, что-то нибудь, традиционный бизнес, чтобы этот бизнес давал вам 5000 долларов прибыла каждый месяц? Сколько денег надо инвестировать на этот бизнес? Сколько? 100 тысяч долларов? Или меньше? Но я не верю, что за меньшее вы можете найти такой бизнес. Согласны? В районе 50 до 100, 150, 200 тысяч. Видите, время немного. Через полгода Аллах даст, если вы профессионал в этом работе, постепенно прибыльный станет бизнес. Постепенно вы раскручиваетесь потихонечку, и нормальный поток людей можете составлять и так далее. Но на это вам надо инвестировать нормальную сумму денег. Время чуть меньше, но деньги, что пропорция времени и деньги? Деньги больше. Вы больше денег вложите. Но нет гарантии, что вы эти деньги возвращаете. Теперь, ствол маркетинга. Скажите, пожалуйста, можно ствол маркетинга 5000 долларов зарабатывать в месяц? Какая компания, в которой вы работаете? Знаете история кого-то, кто это делает? Конечно, есть такие люди. А теперь, внимание, вам надо там 100 тысяч долларов вложить? Вот, значит, что надо там вложить? О, 2-3 года времени. Вы не можете сегодня прийти в свой маркетинг, через месяц получать 5000. Так не бывает. Или через полгода редко получается. Жизнь не любит халява. Жизни не бывает. Ничего просто так. Все надо заслужить. Вот, видите, в твом маркетинге надо инвестировать время. Пожалуйста, найдете ли вы время, чтобы построить этот бизнес? А теперь, если вы, кому из вас доход не очень устраивает, то есть вы мало зарабатываете в твом маркетинге, честно поднимите руки. А я гарантирую, что вы недостаточно времени уделяете. Я точно знаю. Если вы мало зарабатываете в твом маркетинге, проблема не потому, что плохой бизнес. Проблема не потому, что там тяжелый бизнес. Нет. И мало уделять время этому бизнесу. А как это надо делать? Каждый день 2 часа. Просто стабильно каждый день 2 часа. Каждый день стабильно. Каждый день 2 часа. Каждый день. И все. Ты разбогатеешь в этом бизнесе. А сетевики как делают? Времень от времени. Времень от времени. Удобный случай ждут. Ты говоришь, почему ты не ведешь работу? Почему ты встречу не проводишь? Ну, как это? Удобный случай не было. Как-то, не знаю, не мог встретиться, не получилось. Это все вранье. Потому, что ты не планируешь, не делаешь этого. Однажды, одного девушка, помню до сих пор, одна девушка спросила, скажи мне, пожалуйста, сколько ты зарплата получаешь? Она сказала, 300 долларов. Потом я ей сказал, иди с твой маркетинг работай, возможно, будешь больше зарабатывать. Она говорит, я пыталась, у меня не получилось. Я сказала, сколько ты встречи провела каждый день? Она говорит, ну, как-то, понимаете, иногда вот в месяц, два-три раза. Я сказал, тогда скажи, в месяц сколько раз ты кушаешь? Два-три раза? А ты каждый день кушаешь, чтобы оставаться живым. Так или нет? Ты точно так же должен кормить свой бизнес, свою мечту. Каждый день кормить свою мечту. Каждый день кормить. Каждый день кормить свою цель. Только тогда она помогает тебе это реализовать. Вторая причина, почему у людей не получается зарабатывать деньги с твоим маркетингом, они просто это не понимают. Они реально не понимают это бизнес. Им очень тяжело это понять. Они его не понимают. Большинство людей еще сознательно игнорируют твой маркетинг. На самом деле, это классный бизнес. Очень хороший бизнес. Я хочу у вас спросить, кому из вас нравится путешествовать? Кому из вас нравится много друзей? Кому из вас нравится общение? Общаться с людьми и так далее? Кто из вас любит красиво одеваться? Вот это и есть твой маркетинг? Классно, да? Знаете? Руку возьмите, палец возьмите и принесите сюда. Вот, повторим со мной, хорошо? Мой рот, мой магазин. Если в кармане пусто, значит магазин закрыт. Кто понял? Мой рот? Мой рот. Мой рот? Мой рот. Мой магазин. Мой магазин. Если в кармане денег нет, значит магазин закрыт. Значит магазин закрыт. Вы понимаете? Если вы мало зарабатываете в маркетинге, только потому, что вы мало говорите. Ваша задача четко понимать. Интересно. Вот в твой маркетинг интересный бизнес. Говорит ничего не стоит, но если не говоришь, денег нет. А вот это понимание, как раз они все умеют. Время надо.